Недовольство жителей массива Акжар-2 усилилось, когда появились представители учреждения ответственного за водоснабжение. Оставшиеся без питьевой воды люди неоднократно обращались в Акимат, но результата не добились. За акцией протеста наблюдали полицейские. Периодически открываю краны в надежде, что дадут воду, но там воздух вместо воды. Когда из крана выходит воздух, индикаторы счетчика воды начинают стремительно вращаться. Получается, что я плачу деньги за воздух? Жителям в ответственных за водоснабжение органах называли разные причины отсутствия воды. Одни говорят, что воды нет из-за того, что люди использовали воду для полива огородов, другие якобы из-за замены насоса. Но по словам местной жительницы Алтанша-Шусеновой, все посевы на огороде засохли от жары. Про огород забыли уже. Мы думаем, была бы питьевая вода. Огород весь засох. Посадились десяток помидоров и огурцов, все сгорело. Вице-президент водоснабжающей организации акционерного общества Ахбулак Жулдзбек Бесембин сообщил, что введены в эксплуатацию новые насосы мощностью более 500 кубометров. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности жителей в воде. Были насосы по 30 кубометров. Два дня назад их поменяли на насосы мощностью 75 кубометров. А вчера здесь в одном доме прорвало водопровод. Это еще один день. Вчера подключили, но результатов пока нет. По словам Жулдзбека Бесембина, жители стали использовать воду в 2-3 раза больше обычного. В настоящее время половина из полутора тысяч домов жилого массива Акжар-2 остаются без воды. Пока насосы заработают на полную мощность и резервуары хранения наполнятся водой, жителям будут подводить воду спецмашинами.